МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саммит союзников Украины в формате Рамштайн отложен из-за урагана Милтон в Америке. Президент США Джо Байден не сможет прилететь в Германию. Жена Дональда Трампа Милани выпустила перед президентскими выборами в Соединенных Штатах книгу своих воспоминаний. Также сегодня... Горь настолько свободен и абсолютно не закомплексован, он так был уверен в себе, в своей неотразимости, в своей легкости общения. Борису Немцову сегодня исполнилось бы 65 лет. Что получит этот Путин в итоге, скажите мне? Что он получит? Он получит врага в лице Украины. Всю дорогу меня спрашивают, а зачем ты пришел на этот марш, марш мира и свободы? Зачем? Я говорю, потому что я патриот страны, потому что я против войны. Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, груз 200, чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести. Хоть какие-нибудь. Самый простой ответ такой. Он больной человек. Он очень психически больной человек. А потом я подумал, нет, он не просто больной человек. Он еще циничный и подлый человек. Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации аннексии Крыма, хочет править нами вечно. Мы должны сказать, нет войне. Мы должны сказать, хватит маразму. Мы должны сказать, Россия и Украина без Путина. Эти слова российский оппозиционный политик Борис Немцов произнес на марше мира в Москве весной 2014 года вскоре после оккупации России и Крыма. Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 65 лет. Меньше чем через год после этого выступления Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту неподалеку от стен Кремля, который до сих пор занимает Владимир Путин. Меньше чем через 8 лет Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, которая, по некоторым оценкам, уже унесла и покалечила более миллиона человек, став самым кровавым конфликтом в Европе после Второй мировой войны. Я уже не раз рассказывал о том, как российская армия, несущая в Украине тяжелые потери, восполняет свои людские резервы. Потери несут и вооруженные силы Украины. Там тоже остро ощущается нехватка личного состава. Вот что об этой проблеме, о подходе к подготовке резервов в Украине, говорит военный корреспондент общественный деятель Роман Бочкава. Какая у нас вообще стратегия, как мы относимся к нашему личному составу? Вы же знаете, да, как вот на армейском языке военные называют бригаду, организм. Это действительно организм. Это, условно говоря, вот тело, руки, ноги, голова. То есть это не просто скопление людей. Это не просто там 2000 людей, которых кто-то в военкомат пришел, кого-то там ДЦК где-то подобрал. Должен быть боеспособный организм, который нужно научить, провести так называемые слаживания и прочие процедуры. Бригада резерва, они действительно есть. В ход уже пошли 150-е бригады. Мы видим, что они уже принимают участие в боевых действиях. Вот есть там, вот мы говорили про Угледарта, 72-я бригада, задом и так далее. Есть у каждой бригады свой номер. Вот если мы говорим о новосозданных, то это 150-е, и это 160-е. Так вот, 150-е, они у нас уже в бою. 160-е, они у нас уже укомплектованы, но они еще на обучение. Причем большая часть этих организмов, новосозданных в 160-х, они сейчас на обучении за границей. И это прекрасно, что у нас есть такая возможность. Мы вкладываем боевой опыт, знания в эти организмы, и мы готовим их к бою. Именно ключевое слово «готовим». А не просто отправляем, как мясо пушечное, как это делают русские. И они просто людей не считают. А мы считаем. Поэтому, может быть, есть такое, знаете, еще непропорциональное восприятие того, что, а где же они? Вот я вам говорю, 150-е уже воюются, 160-е еще готовятся к этому процессу. Это одна часть ответа. Другая часть ответа, ну, у нас банально людей не хватает. Я вот живу в городе Киев, где довольно часто бываю, когда не в командировках. Вот проезжаю в некоторые военкоматы, да, я не вижу там очередей. Ну, вот не вижу. Вот я крайний раз видел там очереди, когда вот там по закону надо было успеть зарегистрироваться по «Резерву Плюс». Все. Очередей нет, людей не хватает. Ну, действительно же их не хватает. Поэтому, действительно, есть вопросы по комплектации. Но они не критические на данный момент. Поэтому еще раз говорю, если мы говорим о бригадах резервов, это 14 подразделений бригад, 150-е, 160-е, то они в стадии подготовки, а 150-е уже воюют. Поэтому я бы так вот, может быть, в этой части неоднозначно, я считаю, что все-таки не так все плохо. То есть эти бригады готовятся, и даже если мы говорим об оружии, ну, понятно, что его не хватает, с бычей вопросы и так далее. Но они не критические. Если мы говорим об этих подразделениях, с некоторыми из, скажем, бойцов этих подразделений, я действительно общаюсь, и то, что я слышу, что и меня это радует, что их действительно готовят. Их не отправляют просто на убой, как, знаете, за тычку в пробоину. Такого нет. Эти организмы действительно готовят. Ну, тут еще есть, конечно, вопросы по поводу того, или мы должны делать акцент на укомплектование тех старых организмов, бригад, которые понесли колоссальные потери. А ведь там та же 72-ка, они уже там за время большой войны, там уже несколько ротаций произошло. То есть уже несколько составов поменялось. И действительно потери колоссальные. Вот я общался на днях с одним комбатом, своим товарищем. Вот у него там другая бригада попросила 40 бойцов. Ну, так бывает, да, откомандировывают из одного подразделения в другое. Из этих 40 бойцов, знаете, сколько вернулось? Ни одного. Ни одного не вернулось. Все либо 200-е, либо 300-е. Это просто как маленький пример того, какие потери и как тяжело с личным составом. Но при этом, я еще раз говорю, ситуация не критическая. Вот эти бригады резерва, они гутуются, украинские, да, и их количество, 14 штук, они позволят подлатать вот ту недостачу, которая сейчас возникла. Это был военный корреспондент и общественный деятель Роман Бочкала, фрагмент его интервью проекту Радио Свободы Донбасс Реалии. Время свободы. Сегодня стало известно, что саммит союзников Украины в формате Рамштайн, который завтра должен был открыться в Германии, перенесен. Из-за урагана Милтона, обрушившегося на США вслед за ураганом Хелен, президент США Джо Байден был вынужден отложить свою поездку в ФРГ, а потому саммит, в котором ожидалось и участие президента Украины Владимира Зеленского, датой не состоится. Следует, конечно, учитывать, что до президентских выборов в Соединенных Штатах остается уже меньше четырех недель, а потому меры, принимаемые действующей администрацией в связи с ураганами, находятся под особо пристальным вниманием. Любой неверный шаг вполне может сказаться на исходе голосования 5 ноября. Об этом рассказывает обозреватель Радио Свобода, ведущий канал о Кокус и Праймере в социальной сети Экс и подкаста 1600 Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома в Вашингтоне Валентином Парышниковым. Около двух недель назад ураган Хелена опустошил районы на юго-востоке США и у него в жизни более 200 людей. Сейчас новый ураган Милтон подходит к фориде с запада из мексиканского залива. Это ураган пятой категории с скоростью ветра выше 150 миль в час. Все опасаются беспрецедентного подъема воды, что ураган нагонит воду на высоту до 3,5 метров. И глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях ФЕМА Диан Крисвелл заявила, что нынешние ураганы приносят с собой больше воды, чем когда бы то ни было. И хотя все обычно говорят о скорости ветра в урагане, на самом деле это вода, то, что убивает людей, когда вот ее так нагоняет ветром. Тут надо не вернуться чуть-чуть к ситуации с ураганом Хелена, который был в конце сентября. И он был одним из самых смертоносных в этом веке ко всем опасностям, с которыми сталкивались люди в разрушенных районах и спасатели, которым помогали. К этому добавилась новая опасность конспирология. И конспирология, которая имеет явный такой межпартийный предвыборный характер. Самая дикая теория это, наверное, та, что правительство умеет управлять погодой и направило ураган на поддерживающие преимущественно республиканцев штата на юго-востоке страны, чтобы повлиять на предстоящие выборы самый громкий голос этой теории это конгресс-вумен Марджи Тейлор Грин. Она в Твиттере написала «Да, они могут управлять погодой, но Трамп выступает по сравнению с Грин гораздо более умеренно. Он обвиняет правительство в том, что оно очень плохо реагирует на ураган, бросило людей без помощи, бросило штаты без помощи. При этом Трамп пересказывает некие сообщения, неизвестно, что за сообщения, но вот он говорит, что в Северной Королине, мол, ему рассказывают, что федеральное правительство и губернатор демократ не помогали районам, которые поддерживают в основном республиканцев. И Трамп также утверждал, что губернатор Джорджи Брайан Кемп не мог связаться с президентом Джо Байденом. Однако позже Кемп, а Кемп-республиканец, сказал, что это он пропустил звонок Байдена, а затем тот в разговоре с ним предложил всю возможную помощь. И вообще местные официальные лица в пострадавших районах, включая республиканцев, одобрительно отзывались о поддержке федеральных властей. Это противоречит негативным отзывам Трампа, но этого не мешает Трампу продолжать это утверждать. И отдельная тема, продолжая разговор о конспирологии, это как раз атаки на ФЕМА. Утверждалось и Трамп, и другие республиканцы, поскольку у них главная предвыборная тема это иммигранты, они начали утверждать, что у ФЕМА не хватает средств, потому что на устранение последствий стихийных бедствий, потому что все средства потрачены на помощь мигрантам. Это утверждение не получило никаких подтверждений. Основывается это на том, что агентство подчиняется Департаменту национальной безопасности, который одновременно занимается вопросами эмиграции. Но никаких фактов, подтверждающих это, нет. ФЕМА в результате вынуждена опровергать кучу конспирологических теорий на специальной веб-странице, что оно якобы закрывает воздушное пространство над пострадавшими районами для спасательных операций. Это не так. Якобы утверждалось, что ФЕМА дает пострадавшим только займы и помогает в зависимости демографические характеристики. Я даже не знаю толком, что имеется в виду. И самое дикое, это что они конфискуют якобы собственностью тех пострадавших, которые обращаются за помощью. Эта теория вызвала особенный гнев, потому что из-за вот этих слухов многие пострадавшие боялись обращаться за помощью к ФЕМА, к властям. Переходим к какому-то другому, более общему уровню. Вопрос об ураганах, которые заметно усилились в последние годы, это тоже на самом деле вопрос в каком-то смысле политической борьбы предвыборной, потому что Трамп, известно, довольно скептически относится к идее изменения климата и хочет свернуть экологические программы нынешней администрации. Моим собеседником был обозреватель радио «Свобода», ведущий подкаста «16.00» Пенсильвания-Авеню и ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети «Экс» Валентин Барышников и подкаст «16.00» Пенсильвания-Авеню и канал «Кокус и Праймери» посвящены предвыборной кампании в США. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 9 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Широградский. В американской прессе появились выдержки из новой книги знаменитого журналиста Боба Вудварда, которая появится на прилавках магазинов на следующей неделе. В книге, в частности, говорится, что Дональд Трамп провел несколько частных телефонных переговоров с Владимиром Путиным уже после того, как покинул Белый дом, проиграв выборы четыре года назад. Доказательств Вудвард не приводит, он ссылается только на один источник. Это неназванный бывший помощник Трампа, который рассказал ему, как в начале этого года Трамп попросил его выйти из комнаты, поскольку собирался поговорить с Путиным и хотел это сделать без свидетелей. По данным собеседника Вудварда, после ухода из Белого дома Трамп говорил по телефону с Путиным семь раз. И представитель Трампа Стивен Чонко и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эту информацию опровергли. В книге Вудварда также говорится о том, что в самом начале пандемии коронавируса администрация Трампа передала России и уникальные приборы для проведения тестирования на наличие вируса, призначавшиеся якобы для персонального использования Путиным. В ответ Путин якобы попросил Трампа держать это в секрете, поскольку оппоненты могли ополчиться за это на Трампа. Напомню, что Боб Вудвард получил всемирную известность, раскопав, как говорится, историю с проникновением в штаб-квартиру демократов в отеле Оттергейт в Вашингтоне в 1972 году. История, известная под названием Оттергейтский скандал привела в конце концов к отставке президента-республиканца Ричарда Никсона. А мемуары жены Дональда Трампа Мелании уже появились в продаже. Книгу, которая так и называется «Мелания» успела пролистать корреспондент «Голоса Америки» Нина Вишнева. Я ожидала длинные очереди, очереди нет, но мне сказали, что многие покупают книгу онлайн. Должна признаться честно, последнее, что я читала от Мелании Трампа, это была надпись на ее жакете «I really don't care do you». Мне реально все равно, а вам? Эту жакет она надела в 2018 году, когда поехала в Техас на встречу с детьми мигрантов, и многие тогда ее осудили, но потом ее секретарей сказали, что это был посыл вовсе не детям, а это был посыл средством массовой информации и прочим недругам, которым она вот такой посыл и обратила. И те, кто эту книгу внимательно уже прочитал, они по диагонали, как я, говорят, что она и есть в продолжении вот того самого месседжа «Не реально все равно, а вам?» И чтобы не быть голословной, незадолго до выхода этой книги Мелания Трамп выпустила такой трейлер, где, собственно, своими словами говорит, а чего же нам ожидать от этой книги? «Writing this memoir». Написание этих мемуаров стало для меня глубоко личным и рефлексивным путешествием. Как частное лицо, которое часто становилось объектом общественного внимания и искажения, я чувствую ответственность за разъяснение фактов. Я считаю важным поделиться своей точкой зрения, правдой. Вообще книга построена не хронологически, она построена по темам, скачет от темы к теме, и опять-таки те, кто внимательно прочитал эту книгу, говорят, что при этом там есть константа. Одна константа, которая идет красной линией через всю книгу, это обида. Обида Мелании Трамп на средства массовой информации, на оппонентов ее мужа, даже на собственных помощников, которые, по мнению Мелании Трамп, подставили ее и ее мужа. И вот эта книга, опять-таки, продолжение вот того самого месседжа нереально все равно о вам. Но самым главным откровением из того, что я увидела, было ее неожиданное отношение к проблеме абортов. Никто не ожидал, с учетом того, что сам Дональд Трамп назначил в бытности себя президентом, назначил троих верховных судей, которые отменили конституционное право женщины распоряжаться собственным телом и принимать решение самим об абортах. Вот Мелания Трамп имеет мнение диаметрально противоположное. Почему кто-то, кроме самой женщины, должен иметь право определять, что она делает со своим телом? Фундаментальное право женщины на индивидуальную свободу, на свою собственную жизнь дает ей право прервать беременность, если она этого захочет. Ограничение права женщины выбирать, прерывать ли нежелательную беременность, равносильно лишению ее контроля над собственным телом. Я пронесла это убеждение с собой на протяжении всей своей взрослой жизни. Также Мелания Трамп в частности объясняет, почему она не осудила события 6 января, когда было нападение сторонников Дональда Трампа на Капитолий. Она это объясняет следующим образом. Она занималась проверкой результатов реставрации Белого дома. Это большой проект, которому она посвятила фактически все 4 года, что находилась в Белом доме. Именно в тот момент она как раз принимала эти работы и пресс-секретарь, которую она винит, не доложила ей и не дала ей полных подробностей того, что происходило. Также в книге есть отсыл к выборам 2020 года. Мы знаем, что это еще одна такая болевая точка. Дональд Трамп периодически сейчас во время предвыборной кампании напоминает о том, что подсчеты голосов велись неправильно и о том, что он вообще не проиграл выборы. Вот она, собственно, поддерживает точку зрения своего мужа и, я позволю себе процитировать, задается вопросом, почему так долго вообще подсчитывали голоса. И, цитата, это был беспорядок. Многие американцы до сих пор сомневаются в выборах. Я не единственный человек, который ставит под сомнение результаты. Ну, и что касается Дональда Трампа, сейчас во время предвыборной кампании он периодически говорит своим сторонникам об этой книге, призывая их покупать. Ну, и что касается откровений, Милане Трампа обращает внимание читателей на фотографии, где она, будучи еще моделью в 90-е годы, снималась обнаженной. И она это очень красиво преподносит, как она умеет это делать, судя по книге. В частности, опять-таки, цитирую, почему средства массовой информации решили так пристально рассмотреть мое воспевание человеческих форм в этой модной фотосессии. Неужели больше не способны оценить красоту человеческого тела? Ну, также из этой книги читатели узнают, что оба Трампа любят Элтона Джона, что Милане Трамп так любит своего мужа, что когда он заболел коронавирусом, она требовала, чтобы он пошел к врачу, и что они состоят в переписке с великими людьми, в частности, с Карлом Третьим, но и вообще читатели потенциальны, в данном случае читатели, которых я спросила около книжного магазина, о чем они, собственно, ждут от этой книги. Они высказали свое мнение, и давайте послушаем, что они говорят. Я слышал, там не так много информации, кроме позиций по репродуктивным правам. Для нее это хорошо, по крайней мере, мы теперь знаем, что она заняла эту позицию. Мне нравится эта ее позиция по поводу абортов, потому что только мы сами отвечаем за свои тела, и нам должно быть позволено решать. Вот и все. Она говорит по-русски, так что это может быть хорошо для Трампа, но для страны она ничего не сделала за четыре года своего пребывания в Белом доме, так что я не думаю, что кто-то должен чего-то от нее ожидать. Она была практически невидимой, и когда она что-то говорила, это был написанный для нее сценарий. У нее нет собственного мнения ни по какому поводу. Лично у меня нет сильных чувств к ней, но я рад, что она чувствует себя уверенно, чтобы говорить за себя. И я благодарен, что она готова делиться своим мнением, которое отличается от мнения Дональда Трампа. Но лично у меня нет большого интереса читать ее книгу. Я задалась вопросом, а зачем первые леди пишут мемуары? Например, Лора Буш написала книгу для того, чтобы выразить свою поддержку однополым паром. Мишель Обама написала о том, как она была зла противникам своего мужа, которые его критиковали. Ну, Хиллари Клинтон, которая, кстати говоря, тоже написала книгу, с 17 ноября она выходит. И вот теперь Мелани Трамп написала. Видимо, первые леди хотят, чтобы их узнали больше. И Мелани Трамп, наверное, вот та самая первая леди, все еще загадочная и потенциальная новая первая леди, которую действительно необходимо узнать. И вот здесь на обороте есть такая аннотация. И там, например, написано слова Дональда Трампа «Приверженность Мелании и совершенство начинается с ее семьи». О книге мемуаров жены Дональда Трампа Мелании рассказывала корреспондент «Голоса Америки» Нина Вишнева. Вы слушаете «Время свободы». В Беларуси следователи возбудили уголовное дело против 45 человек. 22 из них обвиняются в заговоре с целью свержения власти. Остальные в участии в экстремистском формировании. Об этом сообщила белорусская служба «Радио Свобода» со ссылкой на заявление Следственного комитета Беларуси. Подробности я попросил рассказать белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Следственный комитет Беларуси объявляя о возбуждении уголовных дел против еще 45 человек выразился довольно фигурально. Платформа 2025 это, цитирую, новое надгробие достижений экстремистов. О чем идет речь? Что это за дела? Платформа 2025 это такой документ, который подписали участники конференции «Новая Доларусь», проходящие 3 августа в Вильнюсе, где определили основные цели демократических сил на будущий год. В платформе присоединились офис Слава Тихановской, объединенный переходный кабинет, Координационный совет в целом и отдельные его фракции. В общем-то, это такой обычный документ, который обозначал задачи на год 2025 Главное среди них это непризнание предстоящего переизбрания Лукашенко, которое произойдет, скорее всего, в 2025 году. Это цель освобождения политзаключенных, ну а также работа с действующими госслужащими, которые поддерживают демократическое будущее Беларуси. В общем-то, никто особенного внимания на этот документ не обратил. Это не является какой-то новой структурой, это просто действительно документ, с которой приняли действующие белорусские оппозиционные силы. Но в рамках вот такой своеобразной логики белорусских силовиков любые новые документы или новые структуры, которые возникают, они сразу же объявляются и криминскими, и против них возбуждаются уголовные дела. Можно сказать, что Следственный комитет давно уже возбудил уголовные дела против всех участников Координационного совета, даже не то, что против тех, кто вошел в это, это те, кто принимал участие в выборах, это было весной 257 человек. И сейчас вот следователи с радостью сообщили, что они установили еще 22 лица, которые присоединились к деятельности Тихановской. То есть они находят открытым источником, чаще всего находят тех людей, которые или подписывают какие-то документы, или являются представителем каких-то оппозиционных сил и возбуждают против них новые уголовные дела, но можно сказать, что это достаточно привычная для сегодняшней Беларуси реальность, но, например, что достаточно новым является, это то, что белорусские силовики возбуждают уголовные дела в отношении участников уличных акций, которые проходят в Европе. Ну, например, на 9 августа это годовщина белорусских президентских выборов 2020 года, годовщина тех самых массовых протестов, которые происходили Беларуси тогда, летом и осенью 2020 года, то вот следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тех людей, которые ходили на митинги там в Праге, Варшаве, Вильнести, США и в других странах, потому что, по мнению исследователей, вот мероприятия эти были организованы для подрыва авторитета Республики Беларусь на международной арене. И тут можно сказать, что это не просто абстрактное дело, например, они раньше возбудили уголовные дела в отношении тех людей, которые участвовали в праздновании Дня воли, традиционного белорусского праздника независимости 25 марта за границей. И потом в мае, в июне в Беларуси прошла волна обысков, в том числе с арестом имущества тех людей, которые просто вышли на улицы европейских стран. Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. И в заключении хочу вновь вернуться к первой теме этого выпуска к 65-летию со дня рождения Бориса Немцова. Многие, кто вспоминает его, сегодня отмечают, что он сочетал в себе не только верность своей гражданской позиции и бесстрашие, но и огромное обаяние. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время», опубликованном сегодня на сайте телеканала currentime.tv, много говорила его бывшая жена Раиса. Давайте послушаем фрагмент этого интервью. Это был 2012-й, по-моему, год. Болотно уже было. И вот мы подали документы на развод. В общем, сидели в ресторане, долго разговаривали, а потом пошли на Триумфально. И вот мы шли пешком и спустились в переход, выходим, и там его как раз окружают космонавты, нас всех оттесняют, его задерживают. Я кричу ему «Воре!» Ну, это были звоночки. Вообще-то, мы встречались каждый год перед Новым Годом с семьей, потому что у меня день рождения, и каждый уже встречал Новый Год в своих местах. Вот. И вот последний, а он вернулся тогда, он же уехал, когда на него было уголовное дело. Интересно, что как только он уехал из страны, уголовное дело было закрыто. А в принципе, он говорил мне, что ему светит десяточка. Когда я узнала, что он уехал, я перекрестилась. Слава Богу, всё. А он вдруг вернулся. И вот мы сидим тридцатого, что ли, мы встречались, как обычно, мне дарят подарок, обычно этот, и просто семьей проводим. Ну, втроём, Жанна, я. И я говорю, ты зачем вернулся? Ну, вот, вернулся. Я говорю, ты понимаешь, что тебя убьют? И вот начинается старая песня. Нет, они не посмеют всё-таки такого уровня человек, который был в правительстве и так далее. Но я там начинаю перечислить, нет, всё-таки это не того уровня. Не надо было тебе возвращаться. А что я там буду делать? Я говорю, Борь, иди работать учителем. Публичная профессия. Говорит, я уже всё забыла. Я говорю, Борь, ну не надо. Школьный уровень физики ты знаешь. Говорю ещё, а третьюшница не стареет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода» в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня всё. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».